ребят приветствую вас на моем канале продолжим проходить собственно империум галакти сурвайвил делаем еще дополнительные пулеметные турели боеприпасы пулеметы гатлинга мобильный конструктор детектор на наш корабль и единственное что я еще не могу найти но видимо потому что не изучал это собственно контроллер контроллер боеприпаса вот этот фигню я хотел бы открыть это же построить вот контроллер боеприпасов не знаю сколько вон там вместительность у него а 120 ну мы в принципе можем его даже немножко потом расширить единственное пока не особо придумал куда его прям прям блин впихнуть в принципе планировал внутри планировал прям сюда но если контроллер боеприпасов еще ставить то нужно будет как-то что-то думать в принципе да можем и сюда поставить так топливный бак генератор в принципе все так предельно хорошо ага я еще сюда ничего не поставил я не поставил расширители сюда надо тоже их крафтить как можно больше действительно штук где ой штук 10 пока что а там посмотрим может даже больше давайте короче 20 пофиг уже 20 штучек построим и полетим по бури мух а у нас по идее должна быть ну супер мощная тяга мне кажется вот очень большой перевозимый вес поэтому я планирую все таки я максимально так у нас здесь есть вода я накрафтил до хера 500 штук блин запихнуть сюда нам нужно крафтить еду я прям загнул конечно а вот два десяточка таких вот шнях можно и скрафтить если получится конечно наверное не получится 20 овощей у нас есть есть нет фрукты фрукты а нету нету 20 ладно тогда сбросим блин у нас ни на что не хватает надо ждать пока появится о пшеница блин ну пшеница ладно это легко вот эта херня когда созреет надо возможно больше и давайте посмотрим у нас есть боеприпас есть вот эта фигня решила даже мобильный конструктор туда вставить так 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 боже какая страннота эта штука вообще будет стрелять давайте попробуем это не то это не то мне нужно загрузить боеприпас но ну да выглядит конечно так ощущение что они там кого то видят но нет боеприпаса у них боеприпас то может и есть есть а и 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 тоновая руда один гатлинг есть и и я конечно сюда бог бы бы бак побольше поставил но целом принципе я думаю нормально и вот это устройство я бы наверное потом со временем бы вот это он убрал бы опустил бы его вниз нормально и заделал бы металлом потому что это очень важная штука очень важная штука настолько важная что если она взорвется то нам жопа два пулемета гадлинга тоже лишним не будет я бы поставил бы где-нибудь и 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 Продолжение следует... Красота! 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 Боеприпасы есть... Теперь строится... мобильный конструктор... подождите какой еще мобильный конструктор какой еще мобильный конструктор нам надо не мобильный конструктор подождите или мобильный пускай будет такой не не в принципе все верно все правильно боеприпасы делать она умеет умеет все верно так что там по цп слушать а немного умещается уже охренеть а Продолжение следует... Продолжение следует... Так, контроллер боеприпасов я хочу поставить вот сюда. Так... На 500 ячеек будет у нас контроллер боеприпасов. Вот. И сюда у нас. На 800 маловато будет. Я планирую с такой грузоподъемностью намного больше. Намного. Где они? Хотя бы 1700. Хотя можно и больше. Продолжение следует... Продолжение следует... Не особо-то хотелось сюда и заходить... Вот. Но я не могу. Ладно. 2100 в принципе... Пойдет. Устройство... Устройство... Попливный бак... Попливный бак... Пентакси... Где-то я его находил... Тут недалеко в речке, по-моему... Плавал... Находил его... Как-то... Не все так гладко, как хотелось бы... Попливный бак... Что это делает? Вот так вот... Что делает? Так... 8 штучек... Означает... Мы где-то 10 бургеров можем скрафтить... Получается? Ну да... Так... Какой 100? Ладно... 11 бургеров... И... Возможно... Все таки... Кофеечков... На всякий случай... Потому что мы летим... Летим на ледяную планету... То... Мы... Кофеечков... Продолжение следует... 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 А, есть еще один момент Я сканер не взял, прикиньте Еще не понял, почему мы остановились Ладно, сканер я поставлю, я его просто с собой почему-то не взял А вообще у меня в планах У меня в планах подстроить Вот это вот херню, а здесь нужен 50 кобальтовых Блин, там еще 10 магнитных сердечников, которые мы можем достать нигде Да, магнитный сердечник тоже жестко, можем и не построить, знаете Блин, там еще 10 магнитных сердечников, которые мы можем достать По ЦП В принципе, чуть-чуть запаса еще есть В принципе, чуть-чуть запаса еще есть В принципе, чуть-чуть запаса еще есть Так, нас интересует кобальт, по-моему, где-то тут, да. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Минус 80 на улице Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Ну, походу, все Походу, как-то так Так, давайте проверим статистику Нету статистику, сколько веса у нас сейчас, 15 А мы можем нести, по-моему, 18, если не ошибаюсь, да В принципе, можно было бы двигать или не отключать Давайте что-нибудь еще выкопаем Углерод, например Добавил субтитры DimaTorzok 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 Я не на чьей территории не нахожусь? Вроде нет Вроде нет Блин, далековато Далековато нахожусь Далековато нахожусь Далековато нахожусь Далековой Далек службы Далековый Далековый соль отвлекли да а можно прям отсюда ухты как интересно можно прям отсюда прям не вылазят и 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 Продолжение следует... 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 Вот. Сделаем 10 бургеров, попробуем. Долговато строится, конечно. Продолжение следует... Что-то у меня ощущение такое, что патронов стало меньше. А, я же там стрелял, да? Ах, блин. Ладно. Ой, Наташей так много. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, сейчас крафтится бургер, съем его и полечу на другую планету. Не на спутник, а именно на планету с помощью варпа, вся фигня. Все, есть. Ну, полетели пробовать. Продолжение следует... Продолжение следует... Нужно 6 пентоксита. Их есть у меня. Продолжение следует... Итого мой первый варп-движок, варп-прыжок. Глюченые до ужаса. Так, теперь мне надо прочитать, что здесь написано. Внимание, это я понял, собственно. Блин. А вот, собственно, то же самое. Все транспорты... Все транспорты... Все перевозки на планету Омикрон или с нее будут надержаны. Специальное разрешение... Весь персонал должен зарегистрироваться в администрации станции Омикрон. Хорошо. Астероиды... Железо, кремний, медь, кобальт... Прометий... Лед... Музыка... Кабинером... Музыка... Так, а нафиг я так делаю. Нужно ж... Посмотреться... таким образом еще какая-то планетка есть здесь больше ничего нет то планета скорее всего вот это вот тоже газовый гигант нафиг лагать и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, инопланетяшки. Субтитры сделал DimaTorzok Нехи... Да какого хрена ты здесь лагаешь, я не понимаю. Субтитры сделал DimaTorzok Киберки. Давайте на всякий случай сохранимся. Дима Торзок Я еще не прочитал ничего. Дима Торзок Чем я могу вам помочь? Какие новости последние? Когда-нибудь Валядец будет владеть галактикой. Галактикой. Хорошо. Что на продажу есть? Кроме еды. Чисто едой торгуют блин. Еще гильдия торговцев. А вы что мне скажете? Говорят, что они все делают, умнички. Торгуют в основном только едой. Кстати, самое дорогое здесь пицца. Горячие напитки очень дорогие. А, что нет. Это количество. По цене мясной бургер дорогой. Веганский бургер чуть дешевле. Ну и пицца в принципе тоже. Странная у вас здесь торговля. Ремонтная станция. Свою построить будет лучше, чем ваш в сто раз. Понятно? Ну блин. Давай еще раз. Что ты так быстро убираешь? Ну блин. Давайте. это не холодно здесь вроде нормально очередной торгаш у этого в принципе рецептики растительные модули кстати подают сколько блин а это что мотоцикл можно крафтить мотоцикл и продавать информационный брокер данные обслуживания отчеты данных можно продавать через информационного блокбокера банкомат телепортер блин галактический интернет какой-то да так художественная галерея статья казаться с послом нифига не понятно торговец ресурсами серьезно а можно купить бур заряд для бура средняя броня а нихера на стоит а 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 и усилители подаются а 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 герметичность о тепловая защита плюс 50 холод плюс 25 кислород запас кислорода больше но брони меньше радиация радиационный звук ты слушать а мне такая штука нужно а а сколько у меня денег блин у меня 250 кредитов всего 90 градусов защита но вот это от радиации прикольная штука мне бы на планету ту радиоакционную зашло бы примите вы и гранулы очищенный пентоксид кстати можно прям покупать он конечно не супер дешевый но блин если есть деньги но нет возможности долететь до базы то в принципе пойдет а ядро экстракта устройство автодобычи а а алюминиевый порошок кстати будем знать что кое-чего можно купить житель дебил а но а а а а и и Криокамера. Интересно, нахрена она? Давайте сохранимся, посмотрим, что за телепорты и куда они ведут. Они куда, да? Кладу с вкусняхами. Криокамера. Это космос, я понял. Там плохо, там радиация. Зиракс. Я слышал, что это злодеи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... ...карточный дилер... Так, ну, предположительно, все-таки мне надо консоль регистрационная какая-то... Возможно, я к ней подходил уже... Да, наверное... Не похоже, кстати, на консоль... Давайте... Не знаю, свяжемся... Что это у нас тут? Вот... Гильдии следователей, кстати... За каждые 7 рангов вы сможете получить награду... Получить награду... Ммм, крысы... Да, давай шустрее... Связаться с послом... Бюрократия на этих обитаемых ваших планетах... Добро пожаловать в страницу контакта посла... Свяжитесь с послом любой фракции и используйте свои... Вырезанные печати доверия, чтобы улучшить свое положение за каждый шаг... От враждебную и недружественную... Однако, вы не можете улучшить свою репутацию среди фракций, выходя за рамки нейтральной... С помощью печати доверия фракции... Вы можете получить печать... Волонные эмиссии... Это я знаю... Сюжетные эмиссии и квесты недоступны для этой фракции... Поэтому денег may ну, как... Пошли одно из этих обитаемых, Tańия. А-да-да. Скажи же не мы сейчас dassи! Дисуски. Свяжаемся manages к нашllуф Такенциям... И대- s데... По знали-зампро-зварито. Империя Зироксов Полярис Мегакорпс Палон Торговая гильдия Пиратская Блин Все равно не понял с кем мне надо поговорить Может действительно где-то здесь Чей робот это? Штурмовый киборг А чей ты? Слушай, регистрационная консоль Находится выше Ага, как туда добраться-то? Фига тут Турели Так, что-то пишут пацаны Ага, вот еще одна дверь Очередной Зирокс А ты кто? Охранник Дебил Живой? Зараза Житель Можно поспать Туалет, кстати Блин, у меня Проблема с едой А в принципе нет Проблемы с едой Какое-то время Еще протянул Нахера у меня с собой лед Не знаю Шо ты за Нахера Нахера командир Нахера вы тут бесконечно спавнитесь А, ядро Ну конечно Я в ядро тоже защищал бы тут Любой ценой А у них Получается Здесь спавнер какой-то Да Я слышал Что есть спавнер А вон Тут еще Турель Ядро так легко не взять Консоль станции То есть каждый кто прилетает Должен с этой станции Разговаривать Серьезно Я администратор автоматической службы Добро пожаловать Чем могу помочь На планету мне надо Я путешественник Блин Вернее Вор ресурса На планетах Планета находится Под общим управлением Организации по исследованию Наблюдаются Наблюдения Колонизации Глубого космоса Савастная логическая резолюция Только военные Или назначенные Научный персонал Участвующих сторон Имеют доступ К телепортам И Ограничениям Доступа Уровню Бла-бла-бла По соображению Безопасности Все разрешения На посадку На планете Приостановлены До дальнейшего То есть меня туда Не пустят На планету Да А у меня Митинг некий Там встреча С какой-то там Дурой Или дураком Не знаю Боюсь Я не знаю Это имя Для всех Не военнослужащих Сотрудников Вы найдете В главном вестибюре Или дальше В столовой Зонах отдыха На хера Тогда был Это вообще разговор Мне нужно Идти Кофейная Хренотень Кофейная Ты на что? Нет Ты не кафетерия Похоже на кафетерию Нет Это ресурсами Продает Это лекарь Да Всякие тут Ништяки И у них Прикольно Так Ну нам Судя по всему Ниже Да Так Эй Бла-бла-бла Сит-даун Ага Мне Судя по всему Этот Чувак Предлагает Чувак Вот это Судя по всему Найс Приятно Видеть Новое лицо Мы уже встречались Ваши Кажется Мне знакомым Он говорит Блин Я сейчас Слышу Это В последнее Время Так Конечно Так Прекрасные Напитки Вам стоит Попробовать Я сам Такие Крафчи Себе Не волнуйся Так Что Вы Хотите Знать Блин Я хочу Знать Какого Хрена Я потратил Столько Ресурсов Чтоб Сюда Прилететь И Нихера Что Ты Во-первых Здесь Делаешь Что Ты Вообще Такое Что Ты Нихера Ты Настрачил Блин Я Нашел Небольшой Участок На планете Начал Работать Над Древней Могилой Судя По Всему Да Нашел Незико Странных Артефактов И Зерох Сказал Что Я Должен Зарегистрироваться И Здесь На Станции Прежде чем Они Разрешат И Куда Либо Перевозить Иначе Они Расрестовали Меня Итак Я Прибыл Сюда И Сразу После Я Прибыл Планета Покрылась Заблокирующая Энергетическим Полем А Сюда Нельзя Долететь Да Теперь Жду Разрешения Стыкнуться Но Похоже После Стольких Недель Мне Возможно Придется Принять Во Внимание Другие Меры Какие Наверное Почему Планета Заблочена Там Шазирокс И Конченые Твари Да С тех Планета Покрыла Какой То Недель Поле Незакон Дель Назад Она Увеличила Свою Плотность Добавил Кинетическую Составляющую Ничто Не может Протискивать С него Ни Изнутри Ни Снаружи Кроме Радиоволны И Естественного Сигнала Телепорта И Зирокс Там Могут Придется Нелегко Поскольку Технологии Там Тоже Становятся Все Более Ненадежными Коготь Измерением Стилем Жизни Возможно Кажется Правда Ли Да Наверное Так Еще Раз Это Коготь Где Это Написано Про Какой Коготь Талон Это Коготь Да Это Талонцы Которые Собственно Мы Встречали Их Аборигены Так Еще Видели Когда-нибудь Такой Логотип Что за Логотип Я все время Спрашиваю За какой-то Логотип Не пойму На хера Он мне Надо Наверное По истории Меня Эти парни Сбили С этим Логотипом Вы Ненормальные Уберите Это Иначе Зирекс Сможет Это Увидеть И Нас Обои Их Немедленно Наристуют Слушать Это Меня Не Знаете Но Год Назад В этом Секторе Появилось Какие-то Чужие Элианс С Этими Логотипами На своем Корабле Сражались С Зирекс И Один Из Их Кораблей Разбился На планете Я не уверен Что произошло Но через Некоторое Время Командиры Зирекса Были Настолько Возмущены Что чуть Не уничтожили Эту Станцию Значит У нас Есть Некоторые План Эти Некоторые Чужие Элианс А есть Зирекс Эвлин Как Мне Спуститься На планету Незамеченным Не знаю Зачем Мне Это Нужно Видимо По Миссии Если бы Я думаю Он знал Он бы Сказал Без Военного Билета Вы Не будете Но Возможно Мы Сможем Помочь Тому Кажется Ты Ищешь Путь Туда А я Ищу Способ Унести Свои Вещи С Поверхности Я Организовал Код Но Не знаю Работает Леон Если Да То Ты Мне Помож Наверно Да Если Нет Работает Сигнализация И Тебя Запрут А Я Тебя Не знаю Ваш Риск В противном Случа Наш Единственный Вариант Это Прыжок На Реактивном Самолете В Атмосфере С Большой Высоты В Нашем Костюме На Планету Остерегайтесь Этого Первого Шага Это Глупо Серьезно Можно Так Да Конечно Да Странно Ну Я Сделаю Это Долбоеб Ты Дебил Блять Так Хорошо Код Использует Телепорционный Блин Так Главное Зале Когда Вам Удастся Проникнуть На Планету Вы Автоматически Станете Леги Чего Так Таким Ладно Не важно Вам Не нужно Слишком Много Внимания Радиосигналы Проходят Через Барьер В обоих Направлениях Я свяжусь С вами Как только Слышу Что вы Сделали Нужно Сделать Кое-какие Приготовления Блин Дружище Очень Интересно Очень Интересно Пригать Блин В скафандре На планету Но Не хочу Тупая Ваша Планета Я Все равно Пока Что Не Очень Понимаю Кто Здесь Кто Кто По Чем Блин Дружище Не ходи Там Плохо Видимо У них Там По Ярче Скафандрики Скафандрики Спасибо За Потраченное Зря Время Скафандрики Скафандрики Это тоже Что-то Есть Полярис Кораблик Скафандрики Судя по всему, торговый. Так, что мы можем еще? Полететь на другую планетку или вернуться назад, потому что здесь как бы не хрен делать. Тут, в принципе, мы можем пентоксид пофармить, титан, магний, магний, слушайте, тут. Сюда еще можно. Там вроде бы как титан есть, лед, прометий, неодим. Кобальт, магний. Вот это место, астероиды очень хорошие, я считаю. Но, возможно, там немножко опасно. Короче, вернусь на планету. Ну вот. 6 нужно, да? Да, я потратил кучу ресурсов, чтобы, что? Что, чтобы ничего. Господи, задолбали ваши ошибки. Единственное, что, конечно, там была неплохая противорадиационная хренька, которую. Прикольно бы заиметь. Я бы купил бы, да. Хотя, может, можно и на планете купить какой-нибудь. На какой-то из этих. Я думаю, спешить некуда. Вначале я все эти планеты повысасываю полностью. Согребу из них все ресурсы, это, в принципе, реально сделать. Может быть, даже поразбираю там какие-нибудь развалины. Вот. И буду думать уже о крупном корабле. А потом как-нибудь слетаю вот сюда тоже тут поразбираю. Ну, блин, просто есть еще что фармить. Фармить. И здесь как-бы. Я родную планету еще не полностью опустошил, поэтому... надо почитать лор, потому что тут, если честно, по игре непонятно, кто такие Xerox вообще. Выглядят как очень продвинутая высокотехнологическая какая-то раса. Углерод, видите, есть еще. И вот так вот. родной планете куча всякого всего блин что можно еще разобрать а я блин летаю блин на другие конечно просто хотелось бы найти чей-то блин хор и лагать слушай а и 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 пасте не повыращивать здесь в общем такое еще нужно будет естественно в озерах у меня очень много озер очень много и здесь смотрите них по-любому есть ништяки рядом кремний медь еще кремний по моему в принципе можно добывать на территории талона никого нет это я еще то что разведал а я хотят все разведу дело все можно добыть все можно привести на базу более того скажу что в принципе можно даже расширитель все-таки установить вот куда-нибудь сюда вообще ладненько займусь этим папа ж так знаете что еще я думаю пока стою здесь нужно сделать ядро 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 где ядро блин ты не ядро ты и и и и и и и и вот собственно ядро она дачу эту плен ну вот на моих тиране быстро ладно пускай ядро крафтится я полечу действительно на корабле а собирая ресурсы начну с а блин можно все ресурсы так обозначить а пойдет пойдет так берем бур в принципе даже могу отсюда бурить чисто через дрона и и и Так, устройство. Холодос. Уложим горячий напиток в холодильник, правильно. Уложим горячий напиток. Уложим горячий напиток. Уложим горячий напиток в холодильник. Кстати, можем взять эту фигню. Тут топливный бак. Подзаправить. Кстати, что там с кислородным баком тоже можно подзаправить. Блин. Так, медь. Что это было тут? Что-то летало или что? Что-то летало. Что-то летало. Так. Горячий напиток. Так. 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 и здесь уже ничего нет Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДimaTorzok Так 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 корабля конечно не очень большая возможно нужно будет все таки топливных баков добавить побольше так доступ в только что не достаю сюда блин как а а а и Казахстан очередные глюки сохранюсь перезайду, потому что такие глюки мне не нравятся Барсочка мне нравится, конечно, немного неудобная асимметричная, широкая, но в целом баржечка мне нравится асимметричная, широкая, 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 широкая... асимметричная, широкая, широкая, широкая... Так... асимметричная, широкая, широкая... асимметричная, широкая, широкая, широкая... асимметричная, широкая, широкая, широкая... асимметричная, широкая, 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 широкая... да, но эта территория не вражеская... или вх Güć асимметричная, широкая... помимо их высmos asiatа Что за фигня? А, вот. Что за фигня? Ульвирот в принципе легкий. Вроде бы из него очень удобно, как я уже говорил, делать корабли. Они получаются достаточно прочными и легкими. Единственное, конечно... Броня очень сильно страдает. Броня. 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 метеориты при истощении но будем ждать метеориты какие-то я не знаю фонтация фирма на но и Продолжение следует... Так... Ящик для хранения. Кстати, уже, знаете, а все, типа ящик для хранения. Закончился, мне нужно будет что-то думать. А, подождите, стойте, что-то я... Я забыл кое-что. Так, с ящика для хранения мне нужно ядро. Ох... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Чем торгуешь? Как всегда, едой, ростками... Ух ты! Кто же этой фигней проторгует? Порошок магния может продать мне. Я что-то поспешил... Прихавать бы что-нибудь... Субтитры сделал DimaTorzok 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 владелец чужой как там тайна его 1 понял замечен кто сожжение как я защищал эту руинку от врагов к сожалению не записалась а а а Продолжение следует... 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 Это укрепленный бетонный. Ну, ресов до хера, кстати, особенно стальных пластин. Сатиумные какие-то пластины, титановые пластины. Но, скажем так, фармить здесь ресурсы неинтересно и скучно. Продолжение следует... Продолжение следует... Уже лучше на планеты полетать, если честно. Продолжение следует... Так, доступ. Сбрасываем, что нафармили. Холодос. Все, полетел я на базу и буду заканчивать. На сегодня. Сбрасываем, что нафармили. Сбрасываем. 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 это интересный корабль стоит конечно нереальных цифр кобальта сатиевый слиток железный слиток ну ладно я не думаю что у меня получится сразу большой корабль сделать более того здесь еще и нужны априды вот размерный класс 227 на 10 на 40 то есть он даже меньше чем вот это до 21 на 11 на 30 не знаю в идеале бы конечно лучше свой корабль сделать во первых я как бы считаю что мои корабли офигенные что мои корабли топчик просто вот я бы поразбирался бы в креативе например какие блоки действительно нужны какие блоки более бронированные какие блоки менее бронированные вот потестировал бы оружие не знаю что то еще такое я просто в инженерах любил делать круп крупные корабли крутые с военные да мне против кого воевать здесь то есть против кого воевать вот я бы здесь собрал бы свой военный корабль но правда на базе какого-нибудь другого корабля нет на базе наверно нет потому что все эти корабли они слишком красивые такие от полу блоки вот вся эта херня я вам сразу скажу это не для меня дело в том что вот у меня были повреждения я сидел не понимал каким блоком вот это заменить да то же самое здесь вот на крыльях я вроде бы заменил блоки но так не везде получилось сделать полилен в некоторых местах вот например вот тут у меня видите блока не хватает красота это хорошо но не практично вот поэтому я считаю что я должен сделать корабль сам вот эти корабли то я сделал потому что в принципе такую баржу я помог бы сделать и сам может не такую красивую но в целом безусловно мог бы сделать сам вот как я припарковался офигенно да на другой корабль блин домик я конечно тоже мне был бы страшный дом однозначно здесь со всякими уголками вся кофейня но это в принципе все беспонтово вот поэтому я же говорю сделать нормальный корабль который самое важное я считаю что самая важная у корабля это ремонт на пригодность до безусловно здесь есть схемы и можно ремонтировать по схемам вот если зайти то вот здесь сохранен шаблон вот как восстанавливать по этому шаблону я если честно я вообще хз но вроде бы как вроде бы как есть такая штука как вот ремонтная станция в ней ремонтный отсек ремонтная консоль вот этот может просто ремонтировать а этот может даже восстанавливать но что конкретно он может восстанавливать насколько сильно непонятно вроде бы как я видел в интернете он восстанавливает собственно такие маленькие кораблики если ты их сохранил повоевал тебе повылетали несколько деталей то ты можешь вроде как там все восстановить вроде бы как а вот кстати какой там левел 12 почти 13 до броня побитая у меня неплохо выпад отремонтировать тоже наверное ремонтируется все в ремонтном модуле мед устройство поставить классная штука кстати я на базе пользовался обалденная и на моей базе она этой космической станции вот эту ремонтную станцию вот эти два штуки тоже построить ремонтировать блоки но в принципе это не столь важно оружейная турель не понятно чем стреляет нужно посмотреть и можно еще и щит корпуса сделать но дорога вот ладно я к чему говорю в общем то почитаю литературу кто такие зорексы зорексы кто такие чужие против кого мне воевать при каких условиях и тому подобное и наверное уже следующей серии я в креативе буду строить корабль и вот большой корабль скорее всего два штуки один чисто корпус с двигателями а может даже без двигателей я посмотрю я буду типа сделаю его здесь потом буду его модифицировать двигателями вот и уже на нем летать возможно даже другие солнечные системы но это не точно вот 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 в общем посмотрим ладно ребят спасибо за просмотр всем пока